МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через считанные недели запрещенных товаров в России станет больше, отказаться придется от турецких овощей и фруктов. Не исключено, что и текстиль попадет под запрет. Окончательный список еще не опубликован. Пора бы определиться. Сегодня истекает срок, в течение которого переехавшие в Россию граждане Украины должны были определиться со своим статусом. Одному уже грозит депортация. Дому для переселенцев три месяца, а он уже трещит по швам. И вместо системы отопления четыре обогревателя. Качеством еще одной стройки теперь уже в Кирово-Чепесском районе заинтересовались активисты ОНФ. Дальнобойщиков призывает усмириться, а те устремились в Москву. Время радиотишины после попыток дорожных инспекторов разворачивать фуры на въезде. Россия – это, можно сказать, полмира. Это где-то между Германией и Японией. Огромная территория, поэтому я считаю, что у нас есть что показать. Путешествую по России, не выезжая из города. В Кирове открылась уникальная выставка «Природа смотрит на тебя». О главных событиях понедельника 30 ноября расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Паникаровских. Здравствуйте. Турция под замком. Через считанные недели запрещенных товаров в России станет в разы больше. Отказаться придется от турецких фруктов и овощей. Не исключено, что с прилавков исчезнет и одежда производства Турции. Точный и окончательный список товаров, попадающих под запрет ввоза в нашу страну, будет опубликован в ближайшие дни. Сегодня нашим федеральным коллегам стал известен предварительный список. Подробности у Ольги Шмыриной. Даже не знаю, что вам предложить из Турции. Нет. Апельсины из Египта, мандарины, Абхазия и Марокко, виноград наш, краснодарский. Родину каждого продукта на своем прилавке Елена выдает мгновенно. А правда, позиции на пятой память переключается на автомат. Столько раз меняли поставщиков, что теперь и не упомнишь, кто бывший, а кто настоящий. Пока не запрещенный. Помидоры, например, из Турции очень много. Нет, польские. Вообще Турции нет? Нет, у нас нет вообще Турции. А Польши тут нельзя? Ну, польские, ну как? Ну, вроде как на Польши. Польши запрещенные. Ну, не турецкие они. Это скорее всего Краснодарские. Не знаю, сейчас я посмотрю. Казань. Казань даже. Я уже сюда тут перепутала. Учитывать потребительский спрос, курс валюты, еще политические решения. Угодить всем кировским предпринимателям сложнее с каждым днем. Сперва голландский сыр и моцареллу заменили продукции местных умельцев. Отправили польские яблоки в утиль. Теперь новая рокировка. Товары из Турции вот-вот будут под запретом. Пока заметим, в указе президента России весьма сдержанные такие позиции. Сдержанные, выявлены. Чувствуется за каждое слово ответ. Почему? Да потому что мы понимаем, что отвечать-то будут в том числе те наши потребители продукции, которые есть. Удары на политическом поле боя неизменно отразятся на положении дел поля потребительского, уверен президент Ветской торгово-промышленной палаты. Цифры за 9 месяцев из Турции в Россию везут транспорт, оборудование для производства, одежду и текстиль. Суммы в миллионах долларов. Вчера я зашел в один магазин, российская, скажем так, фабрика. Слушайте, любо-дорого, мы шьем хорошие вещи, понимаете? Но в силу таможенных пошлей, преференций, которые иногда формируют, увы, не в нашу пользу, наши же таможенные службы и правительство России. Покупаем турецкие вещи, отнюдь не лучшего качества. Шить наши умеют, но отчего-то обувь для ряда федеральных структур России закупалась в Турции. Местные обувщики параллельно с этим страдали от недостатка заказов. Потом пресловутое импортозамещение, стопроцентного не вышло и поставки тех же овощей и фруктов из Турции после введения антизападного продовольственного эмбарго выросли на 30%. За 9 месяцев этого года стоимость ввезенных в Россию продуктов турецкого производства превышает 770 миллионов долларов. Россиян кормили турецкими помидорами, апельсинами и персиками. А уже завтра, возможно, все это продовольственное ассорти окажется вне закона. Азербайджан, Иран, Узбекистан, Марокко и ЮАР. Вот те страны, на которые Минсельхоз страны планирует заменить Турцию уже в течение этой недели. Не исключено также, что турецкие поставщики также будут искать иные способы доставки своих товаров в Россию через другие страны и границы. Разумеется, конечный продукт это не удешевит. Будут ли повышать цены поставщики из других стран, пока вопрос. У Турции, у них фишка, так сказать, это титрусовые. Друзья, Абхазия, ну они такой объем просто не потянут. Ну то есть, как было с Европой, да, то есть там Польшу закрыли, то есть появились какие-то другие каналы. Через какие-то другие страны с другими документами там, перерабатывать это в тот же концентрат. Примерно будет то же самое. Когда будет ограничение, возникает некий дефицит. Когда возникает дефицит, цены отскакивают. Без традиционных мандаринов и апельсинов новогодний стол не останется, уверяют предприниматели. Но либо откладывать деньги нужно уже сейчас, либо аппетиты свои ограничить придется. Рост цен, по примеру, предыдущего эмбарго может составить 10%. Ольга Шмырина, Игорь Волосков, информационный канал «Город». Кстати, на фоне закрытых для отдыха Египта и Турции сегодня появились слухи о том, что индийский Гуа пропал из списка безопасных для отдыха мест. Официальные комментарии от Ростуризма появились только после обеда. В ведомстве опровергли эту информацию, сказав, что Гуа остается доступным для отдыха курортом. Впрочем, на волне курортных закрытий Кировский Роспотребнадзор напоминает, что для кировских туристов продолжает работать телефон горячей линии. По нему можно получить консультацию специалистов и узнать, как вернуть деньги за отдых, который не состоялся. Из основных посылов то, что турист имеет право на возврат 100% стоимости несостоявшегося тура, правда, делать это лучше по обоюдному согласию с турфирмой, ну или в крайнем случае в суде. Между тем, почти за месяц к специалистам Кировского Роспотребнадзора позвонило всего 8 человек. Пора бы определиться. Сегодня истекает срок, в течение которого переехавшие в Россию граждане Украины должны были определиться со своим статусом. И уже с 1 декабря неопределившиеся будут считаться нарушителями. В Кирове один гражданин Украины подлежит депортации. Всего в Кировскую область приехал 1601. Украинский гражданин статус беженца оформили только 8 человек. Два из которых уже уехали за пределы региона. Еще одного в данный момент разыскивает полиция за кражу. Он подлежит депортации. Остальные, по информации Кировского управления федеральной миграционной службы, продлили время своего пребывания в России и продолжают искать лучшее для жизни место в России. Напомним, облегченный миграционный режим для граждан Украины был отменен в стране с 1 августа. С этого момента для всех украинцев, кроме покинувших территорию Донбасса в экстренном массовом порядке, начал действовать обычный порядок пребывания. То есть максимум 90 дней без статуса. Федеральная миграционная служба напоминает, что с 1 декабря нарушителя могут закрыть въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет. Дома для переселенцев 3 месяца, а он уже трещит по швам. И вместо системы отопления 4 обогревателя. Качеством еще одной стройки теперь уже в Кировочепецком районе заинтересовались активисты ОНФ. Подробности смотрите далее в нашей рубрике короткой строкой. Активисты ОНФ заинтересовались качеством дома для переселенцев в Кировочепецком районе. Многодетная семья отказывается въезжать в новое жилье. Вместо полноценной системы отопления на две квартиры там стоит 4 обогревателя. Уже рушатся стены и не работает вентиляция. На строительство дома было потрачено около 1 миллиона и 200 тысяч рублей. Информацию о проблеме активисты передали в региональное правительство. В Кирове завершили модернизацию 23 километров теплосетей. Проект занял почти два года. На него было потрачено около 120 миллионов рублей. Благодаря этому экономия потребления составит 4000 гигакалорий или 500 миллионов рублей в год. Детские сады города закрыли центральные ворота в связи с угрозой терроризма. Их будут открывать только на время, когда родители будут забирать или приводить детей в садик. Соответствующий указ был издан Департаментом образования Кирова. К слову, каток «Дымка» отменил все открытые тренировки на льду. Запрет также связан с повышенной угрозой терроризма. Сейчас поднят вопрос о закрытии массовых катаний. Попрощаться с Сергеем Лузяниным кировчане могут 1 декабря в Нововятске. Панихида пройдет в 8 утра на улице тренера Пушкарева 2. Сейчас медэксперты ведут расследование по делу смерти Сергея Лузянина. По предварительной версии причиной стала болезнь сердца. Напомним, экс-директор центрального рынка скончался 26 ноября. До освобождения ему оставалось два месяца. Тверской суд Москвы заочно арестовал строителей Росплазмы. Топ-менеджеры немецкой компании объявили в федеральный розыск. Они обвиняются в хищении 3,5 миллиардов рублей при строительстве Кировского завода. К слову, за счет бюджетных средств Росплазма покупает автомобиль почти за 4,5 миллиона рублей. 29 ноября в Новосибирске кировские хоккеисты скрестили клюшки с местным Сипсельмашем. Игра закончилась ничью со счетом 6-6. Теперь, 10 декабря, родине предстоит выездная игра со столичным «Динамо». Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Дальнобойщиков призывает усмириться, а те устремились в Москву. Время радиотишины после попыток дорожных инспекторов разворачивать фуры на въезде. Город может начинать готовиться к выбору обладателя премии «Айдая». Ежегодный проект Первого городского канала стартует совсем скоро. Россия – это, можно сказать, полмира. Это где-то между Германией и Японией. Огромная территория, поэтому я считаю, что у нас есть что показать. Путешествуя по России, не выезжая из города, в Кирове открылась уникальная выставка «Природа смотрит на тебя». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. 29 ноября кировские дальнобойщики вновь вышли на митинг. На этот раз у стен областного правительства. Водители Бастой также против введения платы за движение по федеральным трассам. В этот день волна акций прокатилась по всей стране. Пикеты прошли в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и других городах. В Кирове митинг собрал 350 человек. Напомним, в Кирове уже проходили акции протеста дальнобойщиков. С начала ноября было проведено два автопробега и два пикета у здания городской администрации. На этот раз участники решили обратиться к верхушке региональной власти. На митинг они приглашали губернатора области Никиту Белыха, главного федерального инспектора Владимира Климова, но на встречу они не пришли. Продукты питания якобы не подорожают, что основная масса продуктов питания переложится на автомобилях до 12 тонн. Ну не смешно. Читаешь, смотришь, какие власти, там большие, высокие лица, которые там специально поставлены, чтобы думать над этим. Читаешь и думаешь, ну неужели там настолько все плохо. Сейчас сотни российских дальнобойщиков направляются в Москву. Планируется, что на акцию приедут полторы тысячи водителей. Но где пройдет акция, пока неизвестно. Дальнобойщики объявили режим тишины, а перемещение машин по рациям не сообщается. Сообщается только то, что участники якобы поставили ультиматум российскому правительству. Готовы заблокировать МКАД, если до 3 декабря их требования по отмене новой платы не будут выполнены. На дорогах уже дежурят усиленные посты ДПС и ОМОН. Они препятствуют движению фур в столицу. Город может начинать готовиться к выбору обладателя премии Айдая. Ежегодный проект стартует уже в декабре. В 15 номинациях представлены самые яркие события и люди уходящего года. Выбрать победителя может каждый. Премия Айдая стартует уже в третий раз. Всего в общегородской премии запланировано около 15 номинаций. Это люди, которые запомнились в этом году и события, которые обсуждал каждый первый кировчанин. Выбирать будем самые громкие скандалы, открытия, неудачи и самых ярких ведущих. Кстати, в этом году добавятся три спецноминации. Это Селфи, ЗОЖ и Бородач года. Чтобы принять участие в одной из номинаций, нужно отправить заявку вместе со своей фотографией на почту 1TVPremia.comail.ru Затем мы командой Первого городского отберем самые лучшие работы, выставим их на общее голосование. Голосование будет длиться две недели. Старт в официальной группе Первого городского ВКонтакте 14 декабря. Голосовать могут все желающие. Победители определим уже 28 числа в прямом эфире Первого городского канала. Те, кто займет первое место, ждут традиционные статуэтки и призы от телеканала. Взглянуть на природу со стороны все кировчане могут совершенно бесплатно посетить новую федеральную фотовыставку «Природа смотрит на тебя». На ней представлено около 30 работ любителей фотографов. Здесь и зарисовки природы, и животные в необычных для себя образах, и птицы. Юлия Косолапова продолжит. Кажется, что эту шаловливую парочку застали за увлекательной игрой. Котенок-кощенок, прямо как в мультфильме «Котенок по имени Гав», резвятся, несмотря на лужи и грязь. Только фотограф заставил их на секундочку остановиться. А вот главный герой этой фотографии явно решил спрятаться от объектива. В результате чего получилась увлекательная игра цвета и света. Кажется, что это не снимок, а зарисовка карандашом. Этот кадр, он словно картина. В нем есть такая интересная колористика. И одновременно мы видим, что природа – это единый какой-то организм, который и деревья, и животные все объединяет. Если внимательно присмотреться в выставку, здесь абсолютно нет людей. Только живая природа такая, какая она есть на самом деле. По снимкам можно посмотреть, насколько разнообразна Россия и какие животные обитают в этой среде. Например, полярная сова нисколько не боится снимков. Она даже позирует фотографу. А белка ради любопытства вылезла из-под камня, чтобы посмотреть на то, кто к ней пришел и что за штука у него в руках. Чем севернее климат, тем интереснее кадры. Мне очень нравится снимок «Любопытная росомаха». На самом деле, много сказок было про росомаху. И все время я думала, какая же она, эта росомаха. На самом деле, это маленький медведь своего рода, который точно такой же охотник. В общем, также, наверное, это семейство кошачьих. Интересно, что она такая взъероженная, с таким интересом смотрит. И очень красиво солнце отражается в ее рыжем мехе. Выставка «Природа смотрит на тебя» – это уникальный социальный проект, в котором приняли участие непрофессиональные фотографы. В этом году телеканал «Виас Арт Нейшерл» организовал конкурс, где из 4000 снимков было выбрано всего 35. Выставка – это своеобразное бесплатное путешествие по родной стране. Очень много снимков на данной выставке объединены единой темой – это «Природа». Например, вот здесь мы сможем с вами увидеть всю красоту летнего вечера. Самое главное, что автор не использовал фотошопа. Ну и сама Кальямова Гульсара – любитель, а не профессионал. Если присмотреться, то можно увидеть и пробу макросъемки. Судить строго эти снимки точно нельзя. Возможно, для кого-то это была первая проба пера. Выставка «Природа смотрит на тебя» федерального масштаба. После Кирова ее ждет путешествие в новые города. Юлия Косолопова, Александр Ошков, информационный канал «Город». Ну и в завершении выпуска прогноз погоды на завтра с ним вас познакомит Ольга Медведева. Люди верили, что каким будет этот день, такой будет и вся зима. Если на улице тепло, зима будет теплой и мягкой. Если дует сильный ветер, то зимой будет много вьюг и метелей. Если человек родился в этот день, то он будет обладать способностью предсказывать погоду. И в качестве оберега ему следует носить малахит или лазурит. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 1 декабря в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем плюс 1 градус, ночью минус 2. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметра ртутного столба. Я желаю вам светлого вторника. Таким был этот понедельник, 30 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. С вами был Артем Панекаровских. До скорой встречи.